Здравствуйте! Информационный портал Управда.ру представляет итоги дня в студии Дарья Сударева. Сегодня в выпуске. К посевной готовы. Фермеры Ульяновской области станут зерновыми миллионерами. Как стать социальной няней? Уроки для ульяновцев проводит общественник из Москвы. Цена на хлеб в ульяновских магазинах будет снижена. В этом году финансирование агропромышленного комплекса беспрецедентно увеличено. Помощь из областного бюджета составит 1,882,000,000 рублей. Одна из статей расходов – посевная компания. О подготовке к ней узнал наш корреспондент. Новоспасский район славится своей плодородной землей. В южном районе области складываются благоприятные условия для выращивания зерновых культур. К посевной местные фермеры готовятся с осени, сразу после уборочных работ. Ремонтируют технику, закупают семена и удобрения, внедряют научные разработки. Одно из хозяйств «Агроинвест» посетил накануне губернатор Сергей Морозов. Аграриям есть что показать. Для нового сезона в хозяйстве приобрели 5 тракторов и 5 сейлок. Поставки минеральных удобрений завершены. Удобрения у нас закуплены все тоже на 100%. Семена у нас высшей репродукции тоже закуплены. Это закуплен ячмень, закуплена белая горчица и закуплен лен. Также сейчас идет закупка на подсолнечник. В этом году посевная площадь в Новоспасском районе составляет почти 40 тысяч гектаров. Для проведения сева, по словам министра горпромышленного комплекса Михаила Семенкина, фермерам потребуется 1400 тонн семенного материала. В наличии у аграриев куда больше семян – около 2000 тонн. В планах у профильного ведомства увеличить объем производства. По области мы считаем, что к 2024 году мы выйдем на объем производства зерновых и зернобобовых – 1 миллион 993 тысяч тонн. Почти 2 миллиона. Практически в два раза увеличим по сравнению с сегодняшним. Совершенно верно. Помогут в этом несколько шагов, которые уже предпринимаются. Это погектарная субсидия, которая выплачивается сельхозтоваропроизводителем. Это использование качественных нефуражных семян, а также культурно-техническая мелиорация, то есть расчистка земель от пней, кочек, мха и различной растительности. Многие семьи ждали запуска проекта «Социальная няня». Многодетные родители и молодые мамочки уже принимают помощь заботливых и высококвалифицированных нянь. С понедельника в регионе началось обучение социальных работников. На уроки социальных нянь побывала Наталья Чумаченко. Забрать ребенка из детского сада, накормить, погулять и поиграть с ним сегодня могут социальные работницы, прошедшие обучение по профессиональной программе «Социальная няня». Первый обучающий семинар стартовал в Ульяновске на базе Центра социального обслуживания «Исток». Ульяновская область выбрана в качестве пилотной площадки не случайно, поскольку вы давно занимаетесь проблемой демографии, вам это близко, и все органы власти, они фактически ориентированы на то, чтобы действия и меры поддержки семьи реализовывались в полном объеме. Ульяновский регион вошел в тройку пилотных областей, где успешно реализуется подобный проект. Социальные няни помогают мамам с детьми в возрасте от года до трех лет. Услуга предоставляется бесплатно два раза в месяц по 60 минут многодетным, одиноким родителям или родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Если этого времени мало, родители могут продлить работу няни. Час будет стоить около 100 рублей. Деньги небольшие, что приемлемо для родителей, а неполный рабочий график удобен няням. В прошлом году, в июне, мы прошли обучение по подготовке по профессии социальной няни, присмотр и уход за детьми младшего возраста, младенческого. После этого я уже практиковала, я уже работала с двумя семьями. В одной семье пять детей, один ребенок инвалид. Их я чаще обслуживала, помогала все делать по дому. Программа «Социальная няня» уже пользуется спросом многих родителей. За предоставлением услуги обратилось семь семей за Свияжском, Заволжском и Целенинском районах. В основном это многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Проводили опрос среди семей, сегодня эта услуга известна, сегодня услуга востребована. И, конечно же, благодаря гранту, которым мы участвуем, мы уверены, обучив еще дополнительно порядка 50 нянь в нашем регионе, мы эту услугу разовьем и дальше. После обучения соцработники получат единый сертификат профессиональной подготовки. Корочки выдадут только тем отличникам обучения, которые имеют медкнижку и не имеют судимости. В планах расширить стандарт программы, увеличить возраст подопечных детей и дать возможность няньям принимать ребят на дому, как это делают уже долгие годы во многих странах. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Лед становится тоньше. В Ульяновской области установилась плюсовая температура воздуха в светлое время суток, что приводит к активному таянию льда. Его толщина на Волге составляет 43 сантиметра, а на Свияге – 29 сантиметров. Уровень воды Волги за воскресенье поднялся на 8 сантиметров и составил почти 50 метров, при том, что опасным явлением является отметка в 53 метра. В связи с этим ульяновцы просят воздержаться от выхода на замерзшие водоемы, а рыбакам быть максимально осторожными. Всем районам области поручено разработать и реализовать план противопаводковых мероприятий. В первую очередь, прочистить все водоотводящие пути, чтобы вешние воды не наделали бед ульяновцам. Проблемных мест в регионе не так много. Тем не менее, это не делает проблему мелкой. Сегодня Сергей Морозов лично проконтролировал ситуацию в одном из самых тревожных в этом смысле микрорайонов. Поселки Мостовая. Еще пару лет назад любой дождик или оттепель превращали мостовую в большое и густонаселенное озеро. Только тогда, когда жители городской администрации и правительства региона занялись решением вопроса вместе, ситуация стала улучшаться. Со стороны улиц Урицкого, Карла Маркса и Маяковского водяной угрозы почти нет. Потоки талой воды удалось перехватить путем строительства дренажных линий. То есть, если взять восточную сторону, с восточной стороны мы взяли потоки под контроль. Единственное место, которое сегодня у нас создает угрозу, это вот Косогор, который с улицы Репина у нас. Здесь мы тоже предусмотрим все меры, поэтому, думаю, минимизируем. Полностью, конечно, взять под контроль ситуацию очень сложно, потому что природа есть природа. Проблемных зон, по словам Сергея Гигерева, в Ульяновске несколько. Все они известны и везде приняты соответствующие меры. Губернатор внимательно выслушал городского специалиста. Скажи, в целом по городу что у нас? В целом по городу у нас 8 участков. В луговом сделаем сейчас отводящую канаву, заканчиваем, в прошлом году начали, которая перехватит поток из полей. Проводить ежедневный мониторинг паводковой обстановки, проводить осмотр территорий, которые могут попасть в зону риска при повышении уровня паводковых вод, провести работу по очистке водоотводных каналов на территориях населенных пунктов, подготовить запасы материально-технических средств, организовать дежурство ремонтно-восстановительных бригад. Все это задачи общие для всех районов области. Сегодня мы вступили в пору паводковых мероприятий. Губернатором Ульянской области утвержден комплексный план мероприятий, которые призваны ликвидировать паводковые явления. Это определенные места подтопления возможные, гидротехнические сооружения, мероприятия по гидротехническим сооружениям, мероприятия по очистке и подтоплению низководных мостов. Мостовая – показательный пример всей работы. Здесь на 90% очищены канавы, прочищены трубы, дорогу в воде дали. И все уверены почти на все 100%, что здесь, как и везде в области, никого не затопит. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. В Ульянском министерстве агропромышленного комплекса призвали товаропроизводителей снизить цены на главный продукт на столе каждого человека – хлеб. Поводом послужил старт новой социальной акции. Подробнее в нашем материале. С этой недели в торговых сетях города Ульяновска стартует акция «Социальный хлеб». Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора в Новоспасский район. Суть акции в том, что цена на несколько видов хлеба будет снижена. Оценка не будет превышать 5%. Экономия в рублях составит около 5 рублей. Таким способом в региональном сельхозе надеются сдержать ценовую политику. Поставщики основной хлеба, соответственно, у нас это Ульянский хлебпром, который традиционно поставляет, скажем так, большую долю своей продукции, хлебной продукции в торговой сети. Ну и мы видим с вами, есть ряд, скажем так, малых предприятий, которые в том числе занимают определенную долю. И сегодня в рамках, опять же, выезда в Новоспасский район мы проговорили эту ситуацию, чтобы в том числе и среди малых предпринимателей торговли, соответственно, была такая же акция, распространена на магазины малого формата. Муниципальным товаропроизводителям также предложили присоединиться к акции. К примеру, компания «Хлебсервис» из Новоспасска обеспечивает хлебом не только жителей районного центра, но и близлежащих муниципалитетов, а также школы, детские сады и приюты. Гордость фермеров – хлеб из ржаной муки на хмельной закваске. Несмотря на оригинальную рецептуру, продукт недорогой и как раз подходит под акцию. Это зафарка, которую мы делаем своими руками на хмелевую шишку. Вот эти шишки, которые мы привыкли видеть, они, то есть это хмель, из них можно получить дружбу натурального брожения. Мы эти закваски варим. Производители, в свою очередь, просят нанести на упаковку специальный знак участника акции, чтобы покупатели могли отличить товар. В планах профильного ведомства сделать акцию постоянной, ввести дополнительный перечень необходимых продуктов, на которые не будут делать большой наценки. Например, крупы и молочные продукты. Эти и другие инициативы обсудили на Совете по развитию потребкооперации. Губернатор напомнил главам районов о реализации программ развития сельских территорий и сельский сход граждан. Все наши действия по ее выполнению должны быть основаны на комплексном подходе с балансированным развитием, которое включает экономические, экологические и социально-демографические аспекты. За последнее время уже провела значительная работа по решению этой задачи. В рамках совещания прошло награждение аграриев и фермеров, входящих в сельскохозяйственные кооперации. В Ульяновске прошел Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Весенняя копель». В наш город приехало больше двух тысяч участников из регионов Поволжья. Ребята соревновались в эстрадно-цирковом искусстве, художественном слове, изобразительном искусстве, хореографии и вокале. Впервые «Весенняя копель» прошла в 1999 году как открытый городской конкурс молодых исполнительной эстрадной песни. Постепенно конкурс зарекомендовал себя как творческая площадка для обмена опытом солистов эстрадной песни города и области. А в 2017 году конкурс прошел на качественно новом уровне, как Всероссийский фестиваль-конкурс. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале allpravda.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин